Казахстан впервые принял такое количество парламентских лидеров, но далеко не в первый раз провел столь масштабный форум. За круглым столом под сводами столичного дворца независимости уже не раз собирались десятки лидеров государств с разными убеждениями и взглядами. Но Нурсултану Назарбаеву, авторитет которого известен всему мировому сообществу, уже не раз удавалось своими четкими аргументами не просто максимально сблизить позиции, но и направить державы на достижение одной общей цели. Вот и в этот раз он вновь призвал к разуму. По моей инициативе воплощены в реальность крупные проекты по созданию Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств. В первоначальном проекте, который мной был объявлен именно Московским государством в университете, заключался в том, чтобы когда-нибудь Европейский союз, Евросийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества могли бы объединиться и создать глобальную интеграционную сеть во всем Евразийском континенте. Конечно, сегодня трудно об этом говорить. Я уверен, придет такое время. Трудно говорить и трудно было поверить и тогда, 25 лет назад, когда Ельбасе в 1994, выступая с лекцией в МГУ, озвучил проект Евразийского экономического союза. И только спустя два десятилетия идею лидера Казахстана смогли оценить по достоинству. Знаете, по-разному складывается жизнь, и не каждая идея и здравая мысль может найти свое реальное воплощение. Но идея создания Евразийского экономического союза воплотилась в жизнь. И все большее количество стран сегодня объединяется в рамках этой организации. Давайте с вами поблагодарим Нурсултана Абишевича Назарбаева, первого президента Казахстана, за его инициативу евразийской интеграции, с которой он 25 лет назад выступил. Спасибо вам большое. За понимание роли парламентаризма и ответственности в связи со сложившейся ситуацией сегодня. И при этом за объективную оценку сегодняшнего дня. Потому что зачастую мы просто уходим от разговора о сложностях, о проблемах, о тревогах. Сегодня первый президент Казахстана объективно высказал свою точку зрения. И думаю, что эта точка зрения находит отклик и в наших сердцах. Отклик в сердцах политических лидеров вновь вызвало обращение Ельбаса. Нурсултан Азарбаев предложил парламентариям шесть инициатив. Они могут укрепить парламентские союзы и сделать работу законотворцев еще более эффективной. Но прежде голос самих депутатов должен стать четче и громче, подчеркнул Нурсултан Азарбаев. Понимая глубину и остроту современного глобального кризиса, доверие между ведущими державами мира, кто, как ненародные избранники, должны внести свой вклад в его преодоление. Во-вторых, полагаю важным более активное влияние парламентариев на политиков из числа глав государств и правительств. Депутаты могут более обстоятельно и целенаправленно доводить до политических диссидженмейкеров переживания простых граждан наших стран. Главная тревога простых граждан связана, пожалуй, с безопасностью жить в мире, чтобы увидеть спокойное будущее своих детей. Эти ценности сегодня стали главными запросами каждого человека. Потому инициативу Ельбаса о создании единого списка террористических и экстремистских организаций, а также международных преступных группировок поддержали единогласно. Призвал Нурсултан Азарбаев главных законотворцев Евразии не просто совместно разрабатывать взаимовыгодные правовые документы, но и следить за ратификацией международных договоров. Так, Парижское соглашение по климату подписано 192 государствами, но многие стороны его так и не ратифицировали. Мы каждый день слышим, что планета нагревается, что идет великая катастрофа, но мы ничего не делаем. Схожая ситуация наблюдается в случае с договором о всеобъемленном запрещении ядерных испытаний, договором о запрещении ядерного оружия, о нераспространении и ряда других. Призывать всех отказаться от ядерного оружия и нераспространения. В то же время ядерным державам продолжать совершенствовать это оружие и испытывать на уровне компьютерных игр. Это не честно, это не будет работать. Прежде всего ядерные державы должны выступить с этой инициативой первыми. Без этого дело не сдвинется. Не сдвинется ни одно дело и без взаимного доверия, открытого диалога и надежного партнерства. Нурсултан Назарбаев вместо торговых войн недопонимание и соперничество между странами уже не раз предлагал задуматься о куда глобальных вопросах человечества. Предложил Ельбасе выстроить законодательный заслон продажи наркотиков через интернет с использованием электронных и криптовалют. Век современных технологий, цифровизации и искусственного интеллекта. Не забывать о простом человеческом мире, равных правах и возможностях каждой страны на планете. И похоже, что к словам первого президента Казахстана вновь прислушались и сделали выбор в пользу будущего, стабильного мира и взаимовыгодного сотрудничества. Мы ценим и защищаем мир, выстраиваем равные и дружелюбные отношения со всеми странами, мы выступаем против давления и травли, мы уважаем независимость каждой страны, независимо от того, большие они или маленькие, богатые или бедные. Развитие Китая – это путь к сотрудничеству. Китай ни в коем случае не пойдет на ущемление интересов других, тем более своих соседей, ради собственной выгоды. Развитие Китая – это путь к открытости. Мы твердо руководствуемся принципом открытости, активно участвуем в экономической глобализации. Наши регулярные встречи становятся все более важными. На евразийском пространстве сегодня много задач, которые мы можем решить только вместе. Сотрудничество национальных парламентов является ключевым условием для решения этих проблем. Без такого видения, как у первого президента Казахстана, это невозможно. Поэтому я высоко уважаю инициативы этой страны. О своем видении и того, каким должно быть сотрудничество государств Большой Евразии, рассказал и спикер Национальной ассамблеи Республики Корея Мунхисан. Именно Корея совместно с Россией несколько лет назад выступила с идеей создания совещания спикеров парламента стран Евразии. Впервые законотворцы 19 стран собрались в Москве в 2016 году. И вот спустя три года свое участие в совещании спикеров парламентов теперь уже в столице Казахстана подтвердили больше 60 делегаций. Я считаю, что сегодняшняя встреча очень важна. И проведение этого совещания здесь, в Нур-Султане, в столице Казахстана, в центре евразийского континента, соединяющего Европу и Азию, является важным событием. Международное сообщество осведомлено о тех изменениях, которые происходят в Евразии. Сегодня она стала самым динамичным регионом мира. И страны региона выступают за создание нового сотрудничества, интеграции. Основоположником создания таких новых возможностей. Для стран Евразии стал Нур-Султан Назарбаев. Благодаря его политической дальновидности и стратегической прозорливости создан мощный фундамент, который держит теперь уже не только стены общего дома ЯЭС, но и каждого, кто пожелает стать членом этой крепкой евразийской семьи. 25 лет назад первый президент страны Ельбаса Нур-Султан Абишевич Назарбаев выступил с инициативой евразийской интеграции. За эти годы, пройдя ряд этапов развития, инициатива Ельбаса получила свое воплощение в ряде важнейших соглашений и договоренностей. И сегодня на нашем форуме парламентарии стран Европы и Азии, отмечая исключительную роль первого президента Казахстана, в своем итоговом совместном заявлении закрепили исторический вклад Нур-Султана Назарбаева как автора и инициатора евразийской идеи. Это свидетельство международного признания заслуг Ельбаса, признания его успешности, успешности его стратегического курса, который все эти годы обеспечивает поступательное движение Казахстана вперед. Курс на поступательное движение в сторону мира, безопасности и устойчивого развития теперь станет главным для 65 стран, представители которых приняли участие в четвертом совещании спикеров своих парламентов. Договоренность, которую закрепили документально, станет действительно результативной лишь при условии, если каждый шаг будет основан на простых, но в то же время столь важных и незыблемых ценностях, предложенных первым президентом Казахстана – диалоге, доверии и партнерстве. Следующее, пятое совещание спикеров парламентариев состоится в 2020 году в Индонезии. Лаура Байбаченова, Айдус Медельбеков при поддержке телерадиокомплекса президента ЖТКН.